всех приветствую господа в моем канале такой вот сегодня у меня Mi Note 10 Pro как видите бракованный дисплей мне подсунули сейчас я его сбегаю поменяю полосочка вот такая у нас тут большие склады китайские ну и там закупаю такие редкие дисплеи как допустим Note 10 Pro или к примеру еще одна довольно редкая модель тоже Xiaomi 9 SE тоже самое открытый лежит подключил подключил дисплей и такая же точно полоска вылазит китайцы такие ребята странные они знают что у них бракованный дисплей они все равно пытаются их впарить значит что-то у них получается раз пытаются и впаривают китайцы у нас маленький его зовут Чан не Джеки просто Чан такой хитрый добродушный постоянно улыбается вот он дисплей SE написано сейчас как видите полоски полоски нету но когда ставишь дисплей опа вот она видите вот она появляется то есть я надавливаю на шлейф поле на анку и шлейф сейчас покажу это оригинальные дисплеи не подозревая них снимают снимают с доноров и продают видите все работает все работает без проблем хорошее отличное качество оригинал но когда устанавливаешь опа лазит полоска неприятная такой дисплей конечно клиенту не поставите тем более этот дисплей я купил за так 9SE по моему 78 евро он стоит по моему этот вот сюда надавливаешь этот шлейф который непосредственно присоединяется к самому дисплейному модулю вот здесь внизу такое опасное место естественно когда вы устанавливаете дисплей он сдавливается и все косяки наружу поэтому этот дисплей я верну чану пусть впаривать дальше там землякам нас такое качество не устраивает так что касается этого так сторону тоже поменяю касается этого этот я купил этот кстати подешевле не знаю почему он закруглен и видите по сути он может быть дороже я его купил за 46 евро цена самого дисплея ставлю за 100 возвращаем чану его брат короче как установлю сниму за сниму ролик до конца в принципе две так я перепутал две бюджетные модели китайского производителя чаоми ну так у нас произносится не знаю как в россии на украине шаоми к салоне кому как удобно клиент покупал этот телефон когда-то за 370 евро тут у нас в испании вот это как это not the not 10 про хороший телефон такая серьезная сборка разобраны ну поменяю дисплей поставлю проверю покажу оставайтесь я никуда не пропал там немного комментов приходит цены изменения плюс извечная проблема пандемии оставайтесь на связи друзья вот у меня опять пришел поменял дисплей в китае посмотрим посмотрим что медали но это выглядит посерьезнее по крайней мере отсюда не снимали пластик как с того не снимали а с того точно снимали я сразу обратил на это внимание но решил проверить так давайте съем батарею цепляем дисплей аккуратно очень тонкий разъем у него включаем телефон так давайте потрогаем шлейф нижний убедиться что после установки не появится дефектов потому что после установки придется снимать очищать клей лишний геморрой нам не нужен ну счет к или того чтобы вернуть потом обратно продавцу дисплей ну не знаю вроде нормально простите забыл взять код у клиента качество очень хорошие качество очень хорошие всегда надо брать код но вот Вот, я позабыл совсем об этом, это мой знакомый, как-то мы заболтались с ним, и... Не знаю, дефектов не вижу, думаю, будем менять. Выключаем. Кстати, он был мокрый, телефон к нам принесли, он мне не заряжался. Вот, с ним была беда, прям затекла вода. Сейчас покажу. Вот такая вот ерунда с ним была, видите, да, здесь. Сейчас сигнал батарею, и попала вода, окислилась, вот это все окисление. Пришлось почистить изопропилом, ну и вот этот диод поменял, потому что он был, он был уже сгнивший. И все, зарядка пошла, зарядил телефон. Такая история этого телефона. Итак, друзья, ставлю на сепаратор, как обычно, снимаю дисплей. Ну и дальше по плану. Нагреваю до 100 градусов. Этот дисплей мне еще не поменяли, в следующем ролике я запишу, если интересно. Его еще не привезли. Mi 9 SE, тоже, кстати, хороший аппарат. Очень качественный дисплей, чувствительный, хорошие цвета. Недешевый телефончик. Но это будет потом. Так, 55 градусов у меня на сепараторе. 55-65. Думаю, давайте попробуем его отскоблить. Спасать его не надо, все равно он треснутый. Так вот, жестко, не царапая каркас. Лучше, конечно, поднагреть еще, просто не хочется выключать камеру, а потом опять включать. Сразу вот так вот. Раз, и готово. Это мы отсоединили стекло. Вот оно, какое красивое. Верхняя часть дисплея на нем осталось. Такие вот сейчас дисплеи. Дисплей, как бумага, его можно просто отозрать, как пластырь. Вот он, видите, такое. С охлаждением. Тупо приклеен на двусторонний скотч. Вицу. Извините имя. Вицу. Вицу. Иди Hana. Иди сюда. Ух. так здесь наверное придется нет системку снимать не надо просто приподнять чуть-чуть чтобы просунуть разъем блин оригинальный дисплей не забудем снять под отверстие отпечатка пальцев где он стоит оптический датчик чтобы все красиво совместить так и здесь у нас отверстие тоже под датчик приближения датчик освещенности снимаем пластики такой же дисплей только в комплекте с рамкой уже продается тоже вот стоит он по моему на 30 на 30 евро дороже что меня удивило обычно разница там в 15 евро а этот почему-то на целых 30 евро дороже естественно я взял без рамки зачем переплачивать хотя намного безопаснее конечно брать с рамкой уже заклеенный так смотрим что осталось вот старого дисплея очень важно не отрывать его потом из-за появившихся зазоров между рамкой дисплеем лучше сразу тщательно проверить давайте прикинем его разъем пролезет не пролезет не хочется трогать системку разъемы очень хрупкие куда-то подевалась моя пластиковая палочка есть все просунули так ну ничего не мешает полностью по периметру так проходимся смотрим зазоры если где-то остался зазор или мы видим что дисплей не плотно прилег к корпусу значит что-то по ним там осталось старайтесь не трогать камеры пальцами чтобы не отвечать нет не оставлять отпечатков на них все нормально вроде вот эту ерунду еще надо снять можно клеить аккуратно вытаскиваем так теперь самый ответственный момент куда носить клей так чтобы без следов какой клей черный или прозрачный я думаю что будем делать на черное два отличия черное прозрачном гуще чем черное вот и соответственно в цвете давайте 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 клеить на черно и плюс черно сохнет быстрее это наносим клей на двусторонний скотч так ну для баланса все таки он приклеен был на него не напрасно и именно по тем местам и по периметру у нас тоже стоял силикон тоже не похоже на клей поэтому периметр тоже будем проклеивать максимально возможно тонким слоем каким только можно потому что вместо здесь очень практически его нету поэтому как можно тоньше да а но и но но тех и сверк и в на в на Здравствуйте, Масуменос. Раздолься, Виндра. Раздолься. Виндра. И меня постоянно за него беспокоят. На дисплей наносим только на края. Сравнительно недавно я стал наносить клей и на дисплей, и на корпус. И ни у кого не подсмотрел, просто сам попробовал. И действительно очень даже и вам советую. То есть наносить и на периметр дисплея, и на периметр рамки. И вопросов не будет. Ну и самая жопа, конечно, когда ставишь дисплей, уже приклеиваешь его. Ставишь на зажимы для того, чтобы он высох. И начинают вылазить какие-то косяки. Ну, допустим, полоса, которую я вначале показывал. Да, вроде проверили, все работает. Установили, тоже все работает. Телефон уже высох. Уже пора отдавать клиенту. Отдаешь клиенту, а там полоса. Вот это, конечно, самая жесть. Приходится, никому такого не советую. Потеря кучу времени, денег, возможно. Так что, бывает такое в нашей работе. В стрессовой работе. Так. Вставляем дисплей. Требет. Какие-то. Так. 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 Продолжение следует... 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 Поставлю еще пару винтов... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он сейчас горячий, горячий у меня в руках. Станем зажимом. Оставляем на минут 30-40. Продолжаем снимать этот телефончик. Сейчас вам покажу, что я иногда делаю. Если вы хотите идеально поставить дисплей, я его сейчас снял с сепаратора, на котором у меня 85 градусов, срезал скальпером клей. И если загляните под микроскоп, то зазоры, которые остаются между дисплеем и рамкой, они есть. Если вы хотите идеально поставить дисплей, выровнять его, чтобы было один в один, то нагреваете до 80-90 градусов, ставите его и начинаете выравнивать вот эти зазоры. То есть, понимаете, да, сейчас клей пока еще полностью не встал, поэтому дисплей можно выровнять. Все это чувствуется пальцами. Вот более-менее сдвинули дисплей. Сейчас у меня вроде как... Конечно, чтобы быть уверенным, уже в конце смотрим под микроскоп, и там уже все будет видно, где какие завзоры, где сколько осталось. Ставим опять. Я уже снял верхний пластик, чтобы было видно, чтобы были видны зазоры. Ставим опять на зажимы. Вот более-менее уже все сбалансировано. Все, оставляем на полчаса, сейчас подсохнет. Ну и дальше уже, в принципе, крышку заднюю я уже поставил на такой же клей. Вот уже вижу, уже чувствую, что уже село все нормально. Зазоры сбалансированы, клиент останется довольным. Все, оставляем еще на полчаса. Ну все, друзья, вот финал. Все я снял, все почистил. Получилось почти ничего незаметно. Это если смотреть нашим глазом, у людей, которые ремонтируют телефоны. А если дать клиенту, то он вообще ничего не увидит. Все, без зазоров, без косяков. Все почищено, клей срезан. Удачи вам в ремонте. Оставайтесь на моем канале. Буду появляться как можно чаще. Постараюсь, по крайней мере. Всем удачи! С наступающим новым годом. Оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok